Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. По кофейным новостям прошла волна сообщений о немецком проекте «Гайя Стар», который разработал и поставляет всем желающим тонкостенную глиняную посуду, которая позиционируется как альтернатива традиционной пластиковой и бумажной одноразовой посуде, причем альтернатива во всех смыслах замечательная. Во-первых, такая посуда может быть как одноразовой, так и многоразовой. Ее можно мыть и при аккуратном обращении использовать повторно. Во-вторых, эта глиняная посуда чертовски экологична, потому что изготавливается из глины, воды и соли, разлагается в пыль и может быть утилизирована вместе с пищевыми отходами. В-третьих, печатается такая посуда на 3D-принтере и может изготавливаться микропартиями под задачи каждого конкретного проекта, из локального сырья, нужной формы и размера, с брендированием и т.д. Впрочем, это в-третьих пока существует только в фантазиях. Это типа идеал, к которому авторы проекта стремятся. В настоящее время небольшая номенклатура такой посуды, чашки и стаканы изготавливается в Германии и рассылается всем желающим. Говорят, в Берлине мороженое в таких чашках местами подают. Ну а в США партнером проекта стала кофейная компания, которая, судя по всему, будет напирать на то, что глиняные одноразовые стаканчики лучше для кофе, чем бумажные одноразовые стаканчики. Ну и для экологии тоже лучше. И для кармы. Чисто теоретически тонкостенная глиняная одноразовая посуда может представлять и чайный интерес. Те тонкостенные глиняные чайные чашки, из которых мне доводилось пить чай, для чаепитий подходили отлично. Хотя и напрягали своей тонкостенностью. Ну то есть пить из них было вкусно, но вот при работе с ними я чувствовал себя несколько неуверенно. Практически невесомая посуда с толщиной стенок, как у яичной скорлупы, и восхищает, и напрягает одновременно. А это не самое комфортное эмоциональное состояние для чаепития. Впрочем, это дело привычки. Также у одноразовой глиняной чайной посуды есть чайно-культурный бэкграунд, о котором ребята из ГАИА Стар охотно сообщают, так как являются выходцами с родины этого бэкграунда. Прототипом тонкостенной глиняной одноразовой посуды являются кулхады – индийские и пакистанские чайные стаканчики, которые, грубо говоря, изготавливаются из подножной глины и после использования утилизируются в подножную глину. Вопрос гигиеничности при таком не самом стерильном жизненном цикле посуды решается обжигом и общей небрезгливостью. Короче говоря, несомненные чайные достоинства у одноразовой тонкостенной глиняной посуды есть, но есть и недостатки. Первый недостаток – сравнительный. В своих глиняных мечтах авторы концепта предполагают, что при удачном раскладе и при печати на месте один стаканчик будет стоить 10 центов. Сколько один стаканчик стоит сейчас на старте проекта при производстве стаканчиков в Германии, я не знаю, но даже 10 центов – это в 3-5 раз дороже, чем бумажные стаканчики. Второй недостаток – абсолютный. Я, к сожалению, не держал этих стаканчиков в руках, но картинки как бы намекают на то, что они хрупкие и при разрушении разлетаются на черепке. Ну а теперь представьте себе, что будет, если сжать бумажный стаканчик с горячим напитком пальцами. Правильно, он деформируется, но не разрушится. Напиток может даже пролиться через верх бумажного стаканчика, и это будет огорчительно, но поправимо. А что будет, если сжать пальцами тонкостенный глиняный стаканчик с горячим напитком? Правильно, он разлетится прямо в руке. На экологичные черепки очень органично покрытые горячими пищевыми отходами. И это будет гораздо более огорчительно. Я не исключаю, конечно, что стаканы настолько прочные, что их фиг расколешь в руке, но не очень в это верю. Но выглядят стаканчики прикольно. С удовольствием с ними поигрался бы. Коллеги из Global Japanese Tea Association в июньском отчете о состоянии японских чайных дел, среди прочих интересных новостей, которые я еще как-нибудь перескажу, отметили, что за последние 30 лет потребление листового чая в Японии снизилось примерно вдвое. И составляет сейчас около 250 грамм на душу населения в год. Это примерно в 4 раза меньше, чем в России. Понятное дело, что японцы активно пьют еще и чай из бутылок, но с тем, можно ли считать такой напиток чаем, даже статистика еще не определилась. В США, например, потребление РТД чая считается потреблением чая, а в России нет. Так вот, в связи с тем, что с внутренним потреблением чая в Японии полный трындец, японскую чайную индустрию будут все сильнее и сильнее ориентировать на экспорт. Говорят, что сам японский премьер сказал, что пришло время японскому чаю прыгнуть в мир. В таком прыжке интересны два момента. Первый состоит в том, что у японцев неплохо отработана технология создания экспортных культурных продуктов. В принципе, их чайная культура уже давно таким продуктом является, наряду с сумой, кибаной, гейшами, традиционной поэзией и прочими штуками с японскими корнями, многие из которых давно уже эти корни переросли. Так что любопытно будет посмотреть, куда дальше будет усиливаться экспортность японского чая. Ну а второй момент состоит в том, что развитие японской чайной культуры, похоже, входит в полную противофазу с развитием китайской чайной культуры. Китай ориентирует свой чай на внутренний рынок, Япония на внешний, примерно как Грузия. Мне гораздо ближе китайский подход. Но вполне возможно, что вскоре в Японии можно будет достаточно просто приобрести запущенную чайную плантацию в рамках какой-либо государственной программы по сохранению чайной индустрии. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!